Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 1, вопрос 412. Почему болеют невинные дети, не имея собственных грехов, и умирают, а некоторые еще в утробе матери? Почему дети должны страдать за грехи предков? Где будут пребывать их души в вечности? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Священное Писание говорит об этом так, чтобы вразумить родителей, которые знают свои грехи. Сегодняшний человек любит упрекать Бога его жестокостью, что он жнет, где не сеял. В древности человек не искал причину в детях и не доказывал, что они невинны, а просто говорил «Бог дал, Бог и взял». Бог вообще никому ни в чем не подотчетен. Он мог вообще не сотворить мир, нас, детей, и кто с него спросит. Ветхозаветный человек, еще не имея представления о рае, считал блаженными тех детей, которые умерли в утробе матери или при исходе из нее. Матфея, 25 глава, 24 стих. Подошел и получивший один талант, и сказал «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». Иов, 3 глава, с 1 по 25 стих. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой, и начал Иов и сказал «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек». День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. Да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц деньницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей, и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал. Спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром, или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают источившиеся в силах, Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душею, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад. Обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. И Еремия, 20 глава, 14 по 18 стих. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, «У тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел». Да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным. «Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Нам нужно жалеть самих себя, а не детей, которым позавидуем в вечности. Когда в человеке пробуждается совесть, он постоянно вопиет. «Зачем я родился? Надежды на спасение нет, а путь к погибели открыт». Когда болеют дети, родители очень часто сокрушаются об этом, раскаиваются. Вторая царств, 12 глава, 22 стих. «И сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Давид тоже постился и лежал на земле, желая сохранить жизнь больного ребенка, и чем другим Бог не мог тронуть его, заваленное грехом сердце. «А где будут эти дети, то знает один Бог, и когда сегодня говорят, что некрещенные дети будут во тьме, то все это вымыслы человеческие, не имеющие под собой ни одной запятой из Библии». Да и забота о детях, еще не родившихся, от современного человека звучит страшно лицемерно. «Каждый день только у нас в России совершается 18 тысяч убийств в утробе матерей, аборт валом катит по стране, трупиками неродившихся завалены помойки Руси. И вдруг эти же люди в различных комитетах по образованию, по защите матери и ребенка, такие вздохи и такие статьи в журналах, о здоровье малышей пишут. Только глаза опустишь, чтобы не смотреть в глаза этих матерей-убийц. Ни одной ведь не найдешь, у которой руки, и вся она не были бы в крови невинных детей. Чудовище! Приоткройте у каждой такой в администрации чуть-чуть тайны ее, и увидишь, что она давно должна сидеть за решеткой, а не столы отирать с бумажками». Третья ездра и пятая глава, восьмой стих. «Будет смятение во многих местах, часто будет посылаем с неба огонь. Дикие звери переменят места свои, и нечистые женщины будут рождать чудовищ». При мудрости Соломона, шестнадцатая глава, первый стих. Посему они достойно были наказаны через подобных животных и терзаемы множеством чудовищ.